всем привет привет всем здравствуйте вы на канале дневник обычной женщины для тех кто еще со мной не знаком меня зовут ирина я живу в казахстане город караганда и снимаю влоги о своей личной жизни сейчас мы будем жарить картошечку кому интересно оставайтесь с нами всем привет решили пожарить картошку вот я нарезала уже лучок начистила картошку сейчас вот так вот тоненько нарежу чтобы быстрее пожарим картошку и туда разобьем еще яйцо да и и разобьем яичкой будет у нас такое такая еда яичко как говорит любовь да и яичко и яичко почистили 4 картошки до 4 картошки такие средненькие хватит нам на один раз картошку надо свеженькую потом постоит уже не такая у нас у дакена любимая еда это рожки а у мамы картошка и всегда идет спор за столом как вы можете каждый день картошку так же как и пирожки рожки горит это белиссимо у меня картошка белиссимо а у меня мясо но от мяса не вот не ты тоже не отказывается но иногда хочется что-то вот но мы сейчас пожарим и будем пробовать уже рыбку которую я засолила сейчас пожарим посмотрим пробу снимем так сказать лучок забросил сейчас немножко поджарится и запустим картошку нашей новой сковородке но она конечно уже на новую мало похоже ну мы и каждый след она такая хорошая сначала я ее прятала чтобы ее каждый раз не брали находили до находили теперь уже она у нас дежурная стала она и котлеты так хорошо жарит вообще чудо не рыбу все жарит и поплавка хорошо слов за очень хороший получается в общем она стоит своих денег я так решила она скомковалась почему-то я вчера рыбу солила тоже не могла ее взять ложкой какой кладовки заморозить кладовки не ну ты же я насыпала на как-то насыпалась в эту же не комком в эту положила затем разбивал значит значит соль тоже нельзя мы и сахар кладовку не выносим из того что боимся что он влагой напитает значит и соль тоже питается все ждем а я уже достала кусочек рыбки промокнула его от влаги и сейчас буду резать ой господи чехол не сняла и режу думаю что такое не режется такими кусочками порежу некоторые очищают от шкурки а я что-то решила что так будет вкуснее она правда очень вкусная малосольненькая такая я уже жалею кажется что не взяла больше сейчас пожарится картошечка и будем мукбанить пожарилась наш картошечка 15 минут и готова а яйцо мы хотели добавить сейчас будет у нас девочки мукбан кто с нами присоединяйтесь очень вкусный покажу поближе видите яичко или так и яичко добавили вот наша рыбка пардет бенза горячая я себе налила компотик а ты мам с чем будешь кефир ну девочки мальчики мы приглашаем вас на наш мукбанк наше сегодняшнее меню жареная картошечка с яичко красная рыбка ловила не сама но усолила сама у мамы цикорий у меня вишневый компот и горчица приятного нам аппетита очень вкусная рыба очень вкусная да я даже не ожидала что так получится удачный вот этот рецепт она видите не влажная ничего вот как подвяренные и малосольные хорошие я делала на одну ложку соли две ложки сахара это мне так соседка сказала а в интернете сегодня смотрела лежала ролики там мужчина один готовил он делал один один ложка соли ложка сахара все по-разному вкусы у всех разные это последнее время взялись в банки снимать нравится нам это ну ты дома выходная вот и кушаем целый день когда на работе наша красивая бутылочка не не входит обратите внимание на нашу красавицу вчера мама лазила на чердак и нашла там вот такой антиквариат это наверное шестидесятых литровая бутылочка с таким широким горлом термично что ли написано здесь не видно крышки естественно нет закрыли фольгой а мы придумали сюда сливаем молоко которое покупаем в мягких упаковочках очень это как сказать родная такая какая-то уютненькая как кувшинчик и удобно оставил холодильник и наливать удобно чем с пакетиком у нас для пакетиков есть эти подставочки пластмассовые держать кувшинчики эти но это приятнее я тоже люблю такие антиквариатные всякие что такое любой 40 сразу гавкой да девочки когда животных доме всякое бывает моя девочка она очень любит вот здесь сидеть рядом что-нибудь попрошайничать я вижу это мои любимые занятия ничего страшного нету это просто пишут те люди у которых нет животных которые не любят или не любят да а у которых живут в доме собаки я сто процентов знаю что они и спят с ними большинство и едят также за одним столом на там вот в комментарии написали какой кошмар как кошки на диване кушать у меня прям это вот поражает девочки ну во первых у них мисочки во вторых сухой корм ну что тут такого я их покормила на диване потому что внизу собаки они отбирают корм то надо следить а тут они покушали я убрала мисочки все на моих глазах чтобы они я чтобы я видел что они съели они собачки собачек отдельный корм им нельзя кошачий поэтому у нас такие правила куча животных поэтому кто где может да может боже мой у кого кошка не спит в ногах на кровати а то и на подушке у некоторых даже собаки это мне сейчас докер не разрешает а раньше со мной спали собаки а сейчас он не разрешает им залазить на кровать поэтому они спят отдельно ну кого я знаю у кого собаки они все спят с хозяевами редко редко если конечно большая какая-нибудь то никто не может быть спит отдельно ну не может быть наверно так что страшного здесь ничего нет это мне напоминает вот вот эти замечания платочки перчатках так и с кошками какой кошмар кошки надевали что тут я не знаю у нас был сосед свое время он был пастухом паска это стадо коров когда приезжал на обед и немножко больной он прям на лошади заезжал в дом заходи ну как на лошади заезжал в дом ну прикол у него такой был чтобы жену разозлить я помню жена уснула на диване вы ну в обед обычно же как деревня все же ложились отдыхать он в это время на обед ну видать там может быть кричал ее и что-то ну и взял прям на лошади въехал до самого дивана она где открывай глаза лошадиные морды передо мной как закричу ничего страшного все живы же ну просто это как бы смешно дай ну и лошадь в дом это же вообще я и говорю так удивляются кому-то корова или лошадь кошка или собака ну стоит такое а в деревне помнишь мы летом верандах сепарировали молоко когда уберешь этот сепаратор с обратным обратно на полу ну кто кто-то в деревнях они поймут сепарируешь обратно льется на полу стоит ведро чтобы этот обратно потом с этим ведром отдать теленку ну и просепарируешь отойдешь что-нибудь другое там уже в доме а на веранде оставляешь это все однажды был такой случай что теленок с этого вот ну заднего двора с хоз двора как-то там толкнул лбом они же настырные эти телят они до тех пор вот так вот толкают калитку пока не откроют этот теленок зашел веранду выпил все весь этот обрат а я сварила детям кисель он прилугонился и киселю это было что-то и перевернул и все ну жизнь жизнь чему удивляться всякой бывает казусы всякие а некоторые дома пауков всяких держит и тоже их любят всякие фотографии с ними смотрю выставляют крокодилов в ванне да это дело я не видела из своих знакомых а пауков знаю что держит три тона всякие вот такие каждый любит так сказать то что любит в общем ой вкусно я тоже уже не могу оторваться от рыбы уже картошку съела еще кусочек зала я пока все не 7 не были я у меня быстро я всегда ем очень быстро где бы я ни была я все время ем вперед всех боюсь на она голодная остаться все в детстве наверное обижали за столом чуть-чуть костью не подавилась не знаю почему но у меня такая привычка я даже сама замечаю что я очень быстро ем особенно если мы едим кроем с дакеном я уже чай попью уже можно сказать посуду помою он еще только пол тарелочки вот так съел и вот с тобой тоже я уже закончила свою графику и болтаю один раз картошки положила в третий раз добавляю поэтому не знаю знаю что быстро ем картошка тоже очень вкусная получилась она у нас погребе уже растет мы уже один раз перебрали ростки вот эти отрываешь да сколько прошло две недели прошло ли нет очень теплый побрик сегодня полезно уже опять росточки там небольшие но уже наклевываются но это что опять перебирать что ли теплый побрик надо из-за того что мы печку принесли или он был такой он очень он же мелкий поэтому чем глубже тем холоднее а наш мелкий он будет вот так вот метра может полтора может два наверно нет метра полтора из-за этого там не морковка толком не хранится не свекла мимо и клубни георгин наверно тоже там все на нас не проросли а вот картошка растет и мы уже сделали отдушину чтобы в нужное время проветривать вы туда залазишь там прохладно я вот залази в погреб чувствую что прям по спине холод почему картошка растет не пойму а сейчас ее не переберешь вовремя на раз всю силу отдаст в эти ростки отломишь их потом отчет чуть-чуть не будет она не взойдет если взойдет будет хилинг какая-то картошка очень вкусная да у нас тут удачный сорт дали голода по моему на скала сорт белая она желтая на желтая не на цвет она белая когда жаришь или варишь она желтеет вкусно кто у нас пробует все говорят что очень вкусно помнишь мы одно время сажали красную и синюю я не люблю синие вообще не знаю да она какая-то неразваристая а красная смотря какой сорт у нас как когда-то был была красная хороший сорт она такая была рассыпчатая рассыпчатая она именно вот что когда шаршавая вот эта кожура если есть гладенькая гладенькая не вкусная вот видишь я фуга тоже сейчас съем так что девочки мы не на диете многие на будут писать жареная картошка это вредно это калорийно не каждый день мы можем себе позволить я на что не любитель картошки это он поела с рыбой я вот если вы заметили я хлеб не ем даже вот рыбу я не то что там как сказать диета даем я его не хочу а я наоборот не могу без хлеба я и суп не то что могу я ем все без хлеба редко когда я там что васенька теперь ты пришел теперь ты пришел что картошка не во вред будет без хлеба будешь попробую салфетку ему положить давай надо опять напишет какой ужас лишь вот так так что все кто кушал вместе с нами всем приятного приятного аппетита а на сегодня все всем пока пока пишите нам комментарии ставьте нам лайки задавайте свои вопросики всем пока пока пока